Всем привет дорогие друзья и с вами Саня и сегодня я вас приглашаю посмотреть мое новое видео. И как вы уже успели заметить из названия видео, да, сегодняшнее видео будет посвящено моей новой железке, которая находится в этом пакете. Это VHS Player, еще один VHS Player в мою коллекцию многих других плееров, а у меня их не одна штука, может быть около пяти. И вот будет шестой плеер в моей коллекции, да, вот он плеер здесь у нас и здесь небольшой пакетик лютого треша с кассетами, да, здесь кассеты, но что-то годного и крутого там нету, я быстренько посмотрел. И благо плеер и кассеты мне достались в результате небольшого бартера. Я разговаривал с одним чуваком на работе, так и так говорю, там плееры собираю, фильмы и так далее. Он говорит, о, Сань, короче, у меня, говорит, есть плеер, видак, ну как бы выбросить. Ну, рука не поднимается, все-таки за него платили какие-то большие деньги, там машины продавали, там еще диваны продавали, чтобы в свое время купить VHS Player себе в квартиру для вечернего просмотра. И как бы, давай, говорит, бартер устроим, я говорю, да без проблем, давай, что хочешь взамен, что хочешь взамен за VHS Player и вот этот пакетик с кассетами. Да, говорит, все просто, купи мне, говорит, пару роллов. Ну, роллы, знаете, типа шаурмы, но там в лаваше всякая начинка мяса, там овощички и так далее у нас на работе продается. Купи мне, говорит, пару этих ролльчиков, а я тебе принесу плеер и кассеты. Все, ударили вместе с ним по рукам, договорились и буквально на следующий день он мне передает два вот этих замечательных пакета. Я прыгаю в электробус, быстрее домой и снимаю вот это замечательное видео. Так что давайте посмотрим, что удалось забрать в результате обмена. Это был бартер, это был бартер. И вот такой VHS Player, старенький-старенький VHS Player в мою коллекцию. Это у нас GVC, да, это у нас GVC. Самый обычный, самый обычный VHS Player. Теперь, что мы видим на передней панели, это, конечно же, кнопки управления, перемотка, play, пауза, выбрасывание кассеты, стоп. Кстати, он пишущий, он пишущий. Здесь мы можем заметить кнопку записи. OSD, не знаю, что это такое. Может, переключение режимов пленки. И все, и кнопка питания. Больше здесь ничего нет. Есть вот такая небольшая какая-то вставка, но это, скорее всего, может быть, эти панельки передние отливались для разных модификаций этих видоков. Может быть, здесь на какой-то другой модификации Player GVC есть там тюльпанчики, например, на передней панели. И давайте посмотрим сзади. Он очень и очень простой. Здесь мы видим антенные входы и колокольчики. Видеозвук на вход и видеозвук на выход. Соответственно, как мы можем понять и заметить, этот плеер Mono. Он не воспроизводит стерео. Был бы еще один тюльпанчик красненький, было бы все красиво и классно. Но, как говорится, дареному коню под хвост не заглядывают. Модель у нас GVC HR-P185EE. И сделан он в Малайзии. Сделан он в Малайзии. Мы можем это заметить вот по такой наклеечке сзади. Русифицированный, между прочим. Это уже так называемый, наверное, не через черный выход. Эти видоки завозились к нам в страну, а уже такие лицензионные. Так, Victor Company of Japan LTD. Ну, понятно, GVC. Так, да, сделан в Малайзии. Ростест. Так что вот такой плеер. Я уже на нем прогнал около 10 кассет. И он в отличном состоянии, отлично воспроизводит. Пленку не жует. Заглатывает кассеты хорошо. Выплевывает отлично. Еще лучше перемотка. Все-все-все работает. С десяток кассет на нем посмотрел. Помните, то видео, те, точнее не одно видео, а целых два видео, два видео, которые я снимал. Пополнение, пополнение кассет от Laser Video. И я те в кассеты практически все посмотрел. Именно вот с этого видока. С этого видока посмотрел. И все отлично. Он шикарно работает, воспроизводит. Но, к сожалению, пульта нет. Да, пульта нет. Так называемые лентяйки. Некоторые называют пульт лентяйкой, если кто не знал. Нету. Ну да ладно. Что ж поделать. Так что, как говорится, я уже ранее сказал, дареному коню не заглядывать. Так что, вот такой плеер. Я посмотрел на вид. Они, в принципе, недорогие. Где-то по 500, по 1000 рублей можно их забрать. Так что, еще один видак. Видак, к сожалению, был бы классный, если бы он был бы сделан в Японии. Не знаю. Это такая какая-то сакральная, наверное, надпись для меня. Что сделано в Японии, значит, это супер качество. И не важно, чего это касается. Это может быть VHS плеер быть. Это телевизоры старые, соневские, там, музыкальные центры, ЦАПы и так далее. Так что, еще один видачок. Пускай будет, пускай будет, как говорится. Лучше будет, пускай один запасной. Ну, сломается один какой-нибудь. Взял его, выкинул в помойку. Включил, взял другой с полки. И продолжаешь наслаждаться качеством VHS в 2021 году. Да, уже все на 4К перешли. Уже там телевизор у всех со всю стену, видоки, там, приставки 4К все уже молятся. А Саня в 21 веке до сих пор пополняется кассетами и VHS плеерами. Ну, ничего страшного, мне это нравится. И вот такую нагрузку он мне дал. Целый пакет кассет. Здесь я сразу посмотрел, ничего интересного нет. Ну, обзорчик сделаю, почему бы и нет. Не знаю даже, что с этими кассетами делать. Может быть, как по старинке взять что-нибудь, переписать. Какой-нибудь супер-мега-новый блокбастер записать на кассету. А, кстати, а что? Это идея. Это идея. Ха! Так, ладно, давайте посмотрим, что удалось забрать. И здесь у нас вот такой советский фильм. Девушка без адреса. Это лицензия вот с такой прекрасной вмятиной. Я не смотрел. Вот, смотрите, тут такая надпись у нас. Все, с наклейкой. Печать. Кассеты от крупного плана, соответственно, они печатали на торце вот такие надписи, что все произведено по заказу и так далее, что это 100% лицензия. Не знаю, про что это. Буду ли я это смотреть? Тоже под вопросом. Ну, может быть, как-нибудь, когда-нибудь, когда буду супер-старым, буду пересматривать что-то супер-старое и возьму эту кассету, если она у меня останется, если я их не выкину, с полки и посмотрю. Так что вот такая кассета. Не знаю. Светлана Карпинска, Николай Рыбников в фильме «Девушка без адреса». Фильм-то хоть какого года? 86 минут? Не знаю. Кстати, фильм у нас Эльдара Рязанова. Режиссер, постановщик. 57-й год. Фильм 57-го года. Так что давайте поставим кассетку эту здесь. Ну, пускай стоит. Следующая кассета. Это, наверное, чувак мой знакомый. Он, наверное, или его какая-то родня, предки. Родители очень любили документалки. И он мне передал. Вот фактически это сил. Смотрите, тут пленка совсем слегка надорвана. И это Reader's Digest. Грозные силы природы. Не знаю, какая это документалка, скорее всего, в зоне опасности. Без предупреждения. И охотники за стихи. Давайте распакуем, посмотрим. Это все-таки сил. Что там вообще внутри? Наверное, когда-то в свое время купили и даже смотреть не стали. Здесь у нас вот такой рукавчик, слип. И три кассеты. Здесь у нас три кассеты. Так. Без предупреждения. Грозные силы природы. Здесь у нас молнии, торнадо и землетрясения. Сейчас посмотрим. О, Аль, смотрите. Это стопроцентная такая лицензия. Если есть наклейка, значит это лицензия. Вы увидите природу ее с тем документальные съемки. Ну, понятно. Это документальный фильм. 2002 год. Вот что-то знакомое. Reader's Digest. По-моему, это то ли какие-то журналы выходили, которые по ящикам раскладывали. То ли еще что-то. Я уже даже честно и не помню. Но само название Reader's Digest. Не знаю, что-то знакомое. То ли типа магазин на диване. Что-то такое. Так. Здесь у нас ураган, айсберги, вулканы, цунами. Вот такая вот документалка. Кассета у нас, как мы видим, с наклейкой. И третья. Пожары, лавин, наводнение, песчаные бури. Ну, вообще, я документалки люблю. Ну, не знаю, буду ли я эти смотреть. Пленка по продолжительности небольшая. Не знаю, можно ли будет сюда что-нибудь записать. Знаете, вспомнить свое детство, когда прибегал домой, вставлял кассету и записывал что-нибудь с телевизора. Сейчас это, конечно же, уже не актуально по объективным причинам. Но просто так, знаете, окунуться в детство. Не знаю, можно ли так это сказать. Окунуться в детство, свое прошлое и записать что-нибудь по приколу на кассету. Так что такая кассетка. Не знаю, что с ней будут делать. Ну, пускай будет. Какая-то документалка. Далее. Следующая. Опять какая-то штука от того же самого Reader's Digest. Но уже шедевры нашей планеты вот с такими обезьянами. У нас какая-то церковь. Не знаю, про что это. Давайте посмотрим. Также три кассеты у нас здесь мы можем увидеть. И это императорская архитектура. Творение природы. И древние цивилизации. Кстати, про древние цивилизации мне всегда документалки нравились. Вот эту, возможно, и посмотрю. Вот это не особо интересно. Ну, про постройки, про императорскую архитектуру, в принципе, почему бы и нет. Можно и глянуть. Так что еще один. Вот это вот Reader's Digest. Что-то, что-то знакомое. Так что поставим вот сюда. Или давайте стопочкой их сложим. Вот так вот. Стопочкой. Так, еще одна документалка. Так. Пускай будет вот так. И вот так. Советский фильм. Далее. Еще один, по-моему, советский фильм. О, но это уже не Баяна, а классика. Это классика. Это фильм Девчата. Он у меня есть на Blu-ray. Блин, держишь кассету и говоришь, у меня есть он на Blu-ray. Это классно. Хороший, хороший фильм. Добрый старенький фильм. Я его смотрел в свое время. Лирическая комедия с Надеждой Румянцевой в главных ролях. Фильм у нас. Кто у нас снимал-то он? Так, режиссер-постановщик Юрий Челюгин. Хороший, замечательный фильм. Черно-белый, стопроцентная лицензия с наклейкой. Ну, вот эту, кстати, может быть, я оставлю. Фильм, в принципе, неплохой. Такой из серии Иван Васильевич замеряет компрессию. Шурик, там, Кавказская пленница и так далее. И вот эта вот такая, знаете, золотая коллекция фильмов советских. Которые, ну, вот такой я лично про этот я не слышал. Но вот этот по телевизору, там, везде он на слуху. Девчата, в принципе, о нем все знают. Так что нормально. Вот это, в принципе, неплохо. Так, далее еще одна кассета. А здесь уже вот такой вот бигбокс. Опять от Reader's Digest. Тайны морских глубин. В таком вот каком-то странном рукаве. Который вот так все это дело вытаскивается. Здесь у нас про дельфинов что-то. И здесь эти загадочные киты. Эти загадочные киты. Ну, в принципе, не знаю, буду ли смотреть или нет. Вот эта тематика мне не очень интересна. Это не очень интересно. Так что пока просто уберу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего нету, кроме пыли. Кроме пыли ничего нету. Поставим сюда. Так. Что-то у меня стол весь грязный. Так, едем далее. Здесь еще три бигбокса. Опять это Reader's Digest. Этот уже, я не знаю, там все кассеты, что ли. Еще два здоровых бокса. Наверное, все Reader's Digest. Загадки американского континента. Исчезнувшие цивилизации. Открытие Европы и Средиземноморья. Мифы и легенды. И тайны Востока. Древние караваны. Вот такие три кассеты. Которые, смотрите, они слиплись уже от времени. Наверное, их никто не смотрел. Или от влаги они слиплись. Вот такая кассета. Это про американские древние цивилизации. Тайны Востока. Древние караваны. И вот такое открытие Европы. Мифы и легенды. Ну, кстати, вот это тоже. Тут Египет изображен. Я сам никогда в Египте не был. Но посмотреть мне про Древний Египет. Про какие-то тайны, пирамиды. Про сфинкса, про фараонов. Мне всегда интересно. Ну, потому что мне, например, нравится Сомерса. Фильм Мумия очень. И поэтому, наверное, такая любовь. Ну, не знаю. Любовь, не любовь к Египту. Так что еще одна кассета от Reader's Digest. Блин, сколько же их там? Их что там? Я не знаю. Раздавали бесплатно? Так, еще один. Это уже силт. Опять. Это опять, походу. Нет. Так. Это у нас... Это какой-то силт. Это силт. Не знаю. Давайте его распакуем. Тоже какая-то документальная фигня. Документальная фигня. Давайте ее распакуем. Так. И здесь у нас загадки зеленого континента. Так приятно. В 2021 году силдовые кассеты распакуют. Смотрите, они уже слиплись от времени. Да, да, да. Лаг. Видать, влага попала. И здесь у нас чудеса гор. Так. Сокровищница побережья. И богатство пустыни. Вот такая вот... Еще один сборник. А, тоже, да, Reader's Digest. Блин, тут сегодня какая-то реклама этого заведения, этой организации. Вот так все это дело выглядит. Блин, я не знаю. Далее. Последний. Последний бокс. То же самое. То же самое. Опять этот пресловутый дайджест национальные парки мира. Давайте посмотрим. Так. Зачарованные страны от Австралии до стран Востока. Сюда поставим заповедники земли от Европы до Африки. Так. Что у нас тут? Северная Ирландия. Еще что-то. И величественный... Опять. Ну, короче, опять заповедник. Не. Это все какая-то ерунда, если честно. Хорошо, что это был бартер, но потому что вот эти кассеты я себе в коллекцию никогда бы не заимел. Ну, блин. Документалки я люблю, но тематика, тематика, мягко говоря, не моя. Вот такие вот кассеты. Ну, блин, боксы классные. Боксы классно выглядят, но смотреть я, наверное, конечно же, это не буду. Хотя вот про пирамиды... Про пирамиды, скорее всего, посмотрю. Наверное, из всех этих кассет, наверное, вот эти два советских фильма оставлю. А от остального я избавлюсь. Ну, блин, ну захламлять... Вот это реально уже захламление. Одно дело бигбоксы от Лазер Видео, какие-то ужастики со Шварцем, со Сталлоне. Боевички мои любимые, которые пересматриваются регулярно. А одно дело вот эти документалки, которые ты посмотришь один раз, и потом просто будешь не знать, что с ними делать. Вот это реально захламление полок. А вот эти две кассетки... Ну, не знаю, вот эту оставлю или нет, потому что она здесь... Да, вот... Прямо серьезная вмятина. Ну, не знаю, будет ли она влиять на воспроизведение. Вот такая трещина. Ну, в принципе, можно вот эту кассету разобрать и поменять сам корпус. Будет, в принципе, в отличном состоянии вот эта кассета. Так что вот такой небольшой сегодня мини-обзор моего бартера. Рад ли я? В принципе, да. В принципе, да. Заиметь видак, который в отличном... В отличном состоянии. За пару соток. По обмену, в принципе, это хорошо. Будет запасной? Пускай будет. В данный момент от кассет я избавляться не собираюсь. Возможно, по бигбоксам сделаю еще один заказ. Хочется, хочется бигбоксы подсобирать. Мне они очень нравятся. Хорошее качество, хороший звук. Особенно на стереовидаке. Если смотреть, я вот тут в отпуске был. Пересматривал пару кассеток на стереосистеме. И звук такой довольно-таки даже с кассеты. Он объемный, он такой хороший. Именно с кассет Laser Video. Где вот этот Dolby Surround, стереодорожка и так далее. Так что, ну вот этот видак моно, ну будет, знаете, чисто для просмотра. Так что вот такой небольшой обзор получился. Блин, вот это, это, конечно, лютый трэш. Вот эти документалки. Да, документалки это хороший такой жанр, документальное видео. Но, не мой жанр. Это вот, это не мой жанр, конечно. Но, ну, как говорится, как я уже ранее сказал, в дареному коню под хвост не заглядывай. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Ссылки все будут в описании. А я с вами не прощаюсь, потому что мы с вами скоро увидимся. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok